Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале с компьютером на ты. Удаляли ли вы когда-нибудь случайно важные файлы со своего компьютера из корзины, то есть без возможности восстановления? Или может у вас произошел сбой в системе компьютера и вы потеряли важные документы? А может просто вы когда-то что-то удалили и сейчас понимаете, что вам нужен тот удаленный файл? И если у вас возникала такая проблема, то это видео для вас. А если нет, то оно все равно будет вам полезным, так как вы будете знать, как восстанавливать абсолютно любые удаленные файлы в своем компьютере. И чтобы не забыть, ставим сразу лайк к этому интересному и полезному видео, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Начнем! Поговорим мы с вами про программу 4DDiG. Сейчас мы находимся на ее официальном сайте, ссылку вы найдете в описании под этим видео. Собственно, с этого сайта вы можете скачать эту замечательную программу на базе операционной системы Windows или на Mac. Если внимательно изучить сайт, то можно понять, что программа справится с восстановлением абсолютно любых файлов. Но вы можете заметить, что она платная, но для своего функционала цена не настолько и велика. Хотя и на тот случай, если у вас нет денег, то вы можете скачать ее бесплатно на 30 дней, что я и сделал. Итак, я уже скачал и установил данную программу. Процесс установки показывать не буду. Он достаточно простой, там ничего трудного нет. Далее, далее, далее. Программа установлена. Я запускаю программу. Так, нажимаю «Да». Все отлично. Программа, вы можете заметить, что она очень простая в сравнении со своими аналогами. То есть есть другие еще различные программы, которые могут восстанавливать удаленные какие-то файлы, данные на вашем компьютере. Они немного трудные, здесь все гораздо проще. Как пользоваться данной программой? Для начала давайте я выберу тот диск, на котором был удален файл, допустим, да, и выберу место. То есть я могу выбрать папку какую-то, в какой папке был удален этот файл. Могу выбрать рабочий стол, могу выбрать корзину, то есть даже если из корзины файлы были удалены. Также могу выбрать расширенный ремонт, вот восстановление данной избойной системы. Давайте я выберу рабочий стол. Нажимаю два раза, у меня идет сканирование файлов. Ждем пока закончится сканирование. Сканирование у вас займет какое-то определенное время, но ничего страшного, это стоит того, чтобы восстановить какие-то важные файлы на своем компьютере. В данном случае мы пытаемся это сделать на рабочем столе. Также обратите внимание, что вот здесь можно нажать на паузу, то есть приостановить время на сканирование, а можно нажать на стоп, то есть вовсе его полностью остановить. Я вам рекомендую этого не делать, если вы действительно хотите найти какой-то удаленный файл на своем компьютере и его восстановить, то дождитесь пока сканирование завершится до самого конца. Итак, у нас завершилось сканирование, у нас написано, что найдено 8954 файлов, то есть удаленных. И здесь написано, вот написаны советы. Первое, удаленные файлы, здесь вы можете найти случайно удаленные файлы. То есть, если какие-то файлы вы не нашли, то можно найти вот их в этой папке. Дальше, потерянное местоположение. Вы можете найти целевые файлы здесь, если вы не сможете найти их на определенном пути. Существующий файл, вы можете найти целевые файлы. В общем, здесь вот такие вот некие советы, но в принципе можно нажать понял и все. И вот, здесь у нас идет сейчас просмотр, мы можем нажать просмотр файлов. Если мы сюда нажмем, то мы можем поискать файлы по категориям. То есть, допустим, вы удалили какую-то фотографию, и вы хотите именно фотографию, то есть вот так вот, по категориям. Но также можно в разделе просмотр именно по вот этим папкам пройтись. Мы сейчас находимся на рабочем столе, вот у нас рабочий стол. Давайте зайдем, допустим, в раздел потерянное местоположение. И здесь я вижу сейчас те файлы, которые были удалены с моего рабочего стола. Я давайте перейду обратно на рабочий стол, вот сюда нажму. Ну, так, удаленные файлы зайдем, вот рабочий стол, здесь тоже можно поискать. Сколько файлов находят? Я на самом деле уже вот эти файлы не помню даже. Так, да, да, было такое, удалял. Ну вот, давайте, допустим, какой-нибудь файл мы сейчас с вами восстановим. Допустим, пусть будет вот эта вот, да, картинка PNG. Я на нее нажимаю и нажимаю восстановить. Также я могу выбрать, вот сюда нажать выделить все файлы их восстановить, либо вот здесь галочки выставить, либо же выбрать какие-то конкретные. Здесь, кстати, также еще и папки мы видим, да, то есть у меня были когда-то какие-то определенные папки на рабочем столе, и я их тоже удалял. Я могу целую папку даже восстановить. Ну, я хочу восстановить, допустим, только вот эту вот картинку, я ее выделяю и нажимаю восстановить. Далее, имейте в виду, вот выберите путь, чтобы сохранить восстановленный файл. Пожалуйста, не восстанавливайте файлы в разделы потери файлов. То есть у меня рабочий стол находится на диске D, соответственно, этот файл мне нужно восстанавливать не на диск D, а на диск C. То есть не на тот диск, где был файл удален, на другой. Или, например, допустим, вы подключили флешку к своему компьютеру, восстанавливаете файл, который был удален с флешки, восстанавливаете его не на флешку, а себе, допустим, на рабочий стол, куда, то есть на свой компьютер. Иначе результат может оказаться плохим. Так, выбираю вот диск C, восстановить. Все восстановление завершено. Нажмем посмотреть восстановленные файлы. Так, вот диск C, папка, так, удаленные файлы. И вот я восстановил некий скриншот, который когда-то удалил. И могу теперь вот уже отсюда его куда-то перекинуть. То есть вот я его восстановил на диск C, у меня сразу создалась папка под названием этой программы Data. Здесь все указано. Это было восстановлено с диска D, видите здесь D, в папке удаленные файлы с рабочего стола. Восстановлено это было с рабочего стола. Отлично. Вот такая вот полезная, простая программа, которая позволяет восстанавливать абсолютно любые файлы на вашем компьютере. Вы, скорее всего, знаете и другие программы, которые позволяют это делать. Но если их сравнивать, то другие программы как раз-то не все находят. И они тяжелые в использовании. Здесь, в принципе, вообще все просто. То есть выбираете место, где хотите отсканировать и найти нужный удаленный файл. Выбираете те файлы, которые хотите восстановить и восстанавливаете. И восстанавливаете только не на тот диск, на котором был удален этот файл, а на другой. Ну, допустим, вот даже вот вы нажали, выберите папку, вот расположение, у вас здесь флешка какая-то, да. Вы ее выбрали, эту флешку. То, соответственно, восстанавливать файлы с этой флешки определенные какие-то вы будете не на флешку, а на свой компьютер. А потом уже когда-то вы можете обратно на флешку перекинуть. То есть при восстановлении просто другой диск нужно выбирать и все. Ну, а на этом этот урок подошел к концу. Надеюсь, вам это видео было полезным. Если вам что-то непонятно, обязательно задавайте свои вопросы в комментариях по данной теме, а также и по другим каким-то вопросам. Если у вас, в принципе, есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Мы вам на них с радостью ответим. И, возможно, даже снимем какой-то новый материал, который будет отвечать на ваш вопрос. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. И также ставьте палец вверх. На нашем канале только палец вверх. И встретимся с вами в новом видео. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok